не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем в нескольких последних главах мы рассмотрели общую организацию и структуру вселенной поразительно что человеку это под силу однажды все мы осознаем себя живыми и как правило возрасте около двух лет начинаем выборочно запоминать пережитые моменты на самом деле много лет назад когда я занимался экспериментами под руководством пф скиннера нам удалось выяснить что даже животные обладают определенным самосознанием в какой-то момент в детстве большинство людей задаются вопросом интересно а что это за место обычного самосознания при этом недостаточно мы хотим знать что такое существование почему оно таково и как оно получилось именно таким еще в самом раннем детстве на нас начинают сыпаться противоречивые ответы на эти вопросы в церкви говорят одно школе другое когда в зрелости мы начинаем рассуждать о природе всего на свете неудивительно что у нас выстраивается какая-то промежуточная точка зрения зависимости от наших собственных склонностей и убеждений иногда бывает сложно примирить науку и религию например в сша на рождество в планетариях иногда организуется специальная программа чудесная звезда в ходе которой нам пытаются предложить логическое объяснение феномена вифлеемской звезды можно также упомянуть великолепную научно-популярную книгу да у физики и танцующие мастера в улей согласно которой физика описывает мир примерно так же как это делает буддизм но в целом все подобные усилия бесплодны и даже вредны при всей их популярности профессиональные физики утверждают что в да у физики излагается не строго научная картина мира а сильно популяризованная трактовка упрощенная почти до неузнаваемости в свою очередь ежегодные рождественские мероприятия в планетариях не делают чести не астрономии не религии ведь любому директору планетарии известно что ни одной из существующих небесных тел планеты в противостоянии отдельные планеты кометы или сверхновой не может намертво застыть над вифлеемом или где-либо еще в небе северного полушария есть только один объект который практически не двигается это полярная звезда но волхвому чтобы попасть вифлеем следовало бы идти не на север а на юго-запад короче говоря ни одно из подобных толкований не выдерживает критики работникам планетариев это известно но они продолжают устраивать такие мероприятия так как подобные лекции хорошо посещаются и воспринимаются как рождественская традиция существующая уже не менее трех четверти века кстати если кто-то воспринимает такую историю со звездой буквально то с религиозной точки зрения он разуверивается в чуде якобы никакого чуда не было просто в небе в определенный момент наступило сложное противостояние планет как раз в это время в том самом месте это естественное явление пусть она и не отличима от чуда если читатель не терпится узнать подробный ответ на этот вопрос надеюсь он простит мне небольшое отступление вероятно объяснение чудо со звездой не относится ни к науке ни к религии что же остается во времена христа существовало поверье что рождение великих королей сопровождается астрологическими признаменованиями евангельские истории жизни христа описались спустя жизнь целого поколения многие полагали что и рождество христово не могло обойтись без таких знамений поскольку вероятную дату рождения христа юпитер был созвездий овна царственном знаке иудеи все отлично совпадало и так вся история была астрологической несмотря на то что астрологию сегодня не жалуют ни наука не христианство поэтому данной версии событий упоминается не часто наука и религия плохо сочетаются друг с другом а их гибриды обычно получаются довольно уродливыми поэтому давайте не будем их смешивать а сами тем временем подытожим наиболее распространенные ответы на важнейший вопрос связанные с нашим существованием что собой представляет эта вселенная как живое соотносится с неживым какова операционная система великого компьютера случайно или разумно постижима ли она для человека задумываясь об этом давайте кратко перечислим самые фундаментальные вопросы на которые пытается ответить наука затем определим каких успехов удалось добиться хотя бы в этих областях привлекающих всеобщее внимание базовое понимание космоса в академической науке все началось около тринадцати и семидесятых миллиарда лет назад когда вся вселенная материализовалась из ничего с тех пор она расширяется сначала этот процесс протекал стремительно а теперь несколько замедлился расширение вселенной вновь ускорилась около семи миллиардов лет назад под действием какой-то пока не изученной силы отталкивания которая однако является одной из основных составляющих космоса все структуры и события появлялись и происходили столь же случайно но эти процессы явления подчиняются четырем фундаментальным силам взаимодействием и согласуется с множеством констант например с универсальной гравитационной постоянной жизнь возникла на земле около трех девяти десятых миллиарда лет назад возможно она также развилась всюду во вселенной но мы не знаем когда это могло произойти жизнь является результатом совершенно случайных сочетаний молекул которые в свою очередь состоят из атомов одного или более из 92 химических элементов постепенно жизнь приобрела сознание самосознание но как это произошло мы не знаем ответы академической науки на основные вопросы по какой причине случился большой взрыв неизвестно что представляла собой большой взрыв неизвестно что существовало до большого взрыва и существовало ли вообще неизвестно что представляет собой темная энергия основная сущность в космосе неизвестно что представляет собой темная материя вторая по массе сущность в космосе неизвестно как возникла жизнь неизвестно как возникло сознание Неизвестно. Какова природа сознания? Неизвестно. Какова судьба Вселенной, в частности, будет ли она расширяться и далее? Вероятно, да. Почему физические константы имеют именно такие значения? Неизвестно. Почему существует именно четыре основных взаимодействия? Неизвестно. Продолжается ли жизнь после смерти тела? Неизвестно. В какой книге представлена наиболее точная картина мироздания? Такой книги не существует. Хорошо, а что же может рассказать нам наука? Довольно много библиотеки ломятся от знаний. Наука в сущности занята классификацией и субклассификацией всевозможных объектов, живых и неживых, а также категоризацией их свойств. Примерами таких свойств являются проводимость и прочность стали по сравнению с медью. Кроме того, наука описывает протекание процессов, например, звезды образования или репликацию вирусов. Короче говоря, наука занимается обнаружением свойств и процессов в пределах космоса. Как отлить мост из металла, сконструировать самолет, выполнить пластическую операцию? Наука – непревзойденная система по решению задач, упрощающих нашу повседневную жизнь. Поэтому те из нас, кто требует от науки ответов на основополагающие вопросы, которые позволили бы объяснить принципы нашего существования, ищут не в том месте. Поступать так все равно, что судить об искусстве с точки зрения физики частиц. Но ученые этого не признают. Некоторые научные дисциплины, например, космология, развиваются таким образом, как если бы наука действительно могла дать ответы на самые фундаментальные вопросы реальности. Поскольку наука демонстрирует такие впечатляющие успехи в других своих дисциплинах, нам остается сказать космологии «мы ждем, поведай». Но до сих пор она в этом практически не преуспела. Базовое понимание космоса в религии Стоит ли говорить, что на свете существует множество религий? Здесь мы не будем углубляться в их бесконечные различия, однако все религии делятся на две основные ветви, каждая из которых насчитывает миллиарды верующих. Эти две группы религий столь принципиально различаются взглядами на мир и конечными целями, что их следует рассмотреть отдельно. Авраамические религии Христианство, Иудаизм, Ислам Вся Вселенная – плод божественного творения. Бог находится вне созданного им мира. Мир появился в определенный момент и в какой-то момент исчезнет. Жизнь также плод божественного творения. Важнейшие задачи жизни сводятся к двум аспектам. Верить в Бога и подчиняться наказам Бога, в частности, десяти завойдем. А также другим законам, изложенным в священных книгах. Такими книгами являются, например, Библия в христианстве или Коран в исламе. Как правило, такая книга считается в каждой религии единственным источником истины в последней инстанции. Христианство также постулирует, что необходимо признавать Иисуса Христа как своего спасителя. Это необходимо, чтобы спастись после смерти и попасть в рай, а не остаться проклятым, которым место в аду. Так как значение имеет только посмертная жизнь, а не жизнь земная. Бог всеведущ, всесилен и вездесущ. Он создатель Вселенной. Благодаря Ему же она до сих пор существует. К Богу можно обратиться через молитву. Суть реальности непостижима. Данная религия не рассматривает никаких измененных состояний сознания, ни сознания как такового, ни непосредственных индивидуальных практик, которые позволили бы постичь эту реальность. Исключение составляют некоторые мистические секты, где проводятся такие религиозные опыты, связанные с изменением сознания. Подобные опыты трактуются как союз с Богом. Ответы авраамических религий на основополагающие вопросы. Как возник Бог? Неизвестно. Бесконечен ли Бог? Да. Основные научные вопросы, например, что было до Большого Возрыва, не имеют значения с духовной точки зрения. Все создано Богом. Какова природа сознания? Никогда не обсуждается в религии. Неизвестно. Продолжается ли жизнь после смерти тела? Да. Восточные религии. Буддизм и индуизм. Все на свете находится в фундаментальном единстве. Реальность состоит из существования, сознания и благодати. Внешние проявления отдельных объектов иллюзорны. Это называется майя или сансара. Единство вечно, совершенно и функционирует само собой. Одним из аспектов этого единства является всеведущий и всемогущий Бог, существование которого признается и считается центральным во многих, но не во всех течениях буддизма и индуизма. Время иллюзорно. Жизнь бесконечна. В большинстве течений считается, что бесконечность жизни выражается как последовательность реинкарнации, перевоплощений. Другие течения, например, Адвайта Веданта, считают, что ни рождения, ни смерти на самом деле не происходят. Цель жизни – познать истинное мироздание. Ради этого следует избавиться от ложного ощущения иллюзий и раздельности. Это делается путем прямого экстатического опыта, который в разных традициях именуется Нирвана, Просветление, Сатой. Ответы восточных религий на основополагающие вопросы. Что представляло собой Большой Взрыв? Не имеет значения. Времени не существует. Вселенная вечна. Какова природа сознания? Логически непостижима. Сохраняется ли жизненный опыт после смерти? Да. Базовое понимание космоса в биоцентризме. Не существует отдельной Вселенной, не связанной с разумом и сознанием. Реально лишь то, что воспринимается. Никогда не было такого периода времени, когда существовала бы внешняя мертвая физическая Вселенная, в которой в определенный момент возникла биологическая жизнь. Пространство и время существуют только как ментальные конструкты, как средства восприятия. Эксперименты, ход которых зависит от присутствия наблюдателя, легко объясняются взаимосвязью между сознанием и физической Вселенной. Нельзя считать нереальными ни природу, ни разум. Но оба этих феномена коррелируют друг с другом. Бытие Бога в биоцентризме не рассматривается. Повторим семь принципов биоцентризма, сформулированных нами выше. Первый принцип. Восприятие реальности – это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание. Если бы внешняя реальность существовала, то она по определению должна была бы находиться в пространстве. Но это не имеет значения, так как время и пространство являются не абсолютной реальностью, а лишь категориями мышления, помогающими постигать мир. Второй принцип. Наши внешние и внутренние ощущения неразрывно связаны. Они не могут быть разделены, как две стороны одной медали. Третий принцип. Поведение элементарных частиц, на самом деле любых частиц и объектов, неразрывно связано с наличием наблюдателя. При отсутствии сознающего наблюдателя, все элементы реальности в лучшем случае существуют в неопределенном состоянии и представляют собой вероятностные волны. Четвертый принцип. Без участия сознания материя пребывает в неопределенном вероятностном состоянии. Если Вселенная существовала до появления сознания, то только в вероятностном состоянии. Пятый принцип. Вся организация Вселенной объяснима только с позиции биоцентризма. Вселенная тонко настроена для поддержания жизни. И это совершенно логично, если жизнь создает Вселенную, а не наоборот. Вселенная – это просто полностью непротиворечивое пространственно-временное представление самой себя. Шестой принцип. Время как таковое не существует вне чувственного восприятия, свойственного человеку и животным. Время – это процесс постижения изменений, происходящих в окружающей нас Вселенной. Седьмой принцип. Пространство, как и время, не является ни объектом, ни феноменом. Пространство – это еще одна форма восприятия, помогающая живым организмам воспринимать мир, и не является независимым компонентом реальности. Мы несем за собой пространство и время, как черепаха тащит свой панцирь. Соответственно, не существует абсолютной самодавляющей матрицы, в которой физические явления протекали бы независимо от жизни. Ответы биоцентризма на основополагающие вопросы. Что спровоцировало Большой Взрыв? Никакой неживой Вселенной до появления разума не существовало. Понятие «ничто» не имеет смысла. Что появилось раньше? Неживая или живая материя? Время – это разновидность восприятия реальности живыми организмами. Что представляет собой Вселенная? Активный процесс, в основе которого жизнь. Наши представления о Вселенной напоминают обычный глобус, стоящий в кабинете географии. Это инструмент, помогающий нам представить Землю как единое целое. Однако Большой Каньон, или Тадж-Махал, станут для нас реальными лишь после того, как вы там окажетесь. Имея глобус, вы еще не попадаете на Северный полюс или в Антарктиду. Аналогично Вселенная – это концепция, при помощи которой мы представляем себе все, что теоретически может произойти в пространстве и времени. Еще Вселенная напоминает компакт-диск. Музыка становится реальностью, лишь если вы включите ту или иную композицию. Важнейшая проблема, связанная с биоцентризмом, – это солипсизм. Представление о том, что все на свете является единым, что единое сознание пронизывает все на свете и что индивидуальные проявления обладают лишь относительной, но не абсолютной реальностью. Авторы книги не настаивают на этом и допускают, что могут быть неправы. Разумеется, мы повсюду сталкиваемся с многообразием живых организмов, каждый вид которых обладает своей формой сознания. Представление о множестве существ всецело определяют взгляды на реальность во всем мире. Кажется, безумно у всерьез отстаивать какие-либо противоречиящие этому точки зрения. Однако назойливые намеки на то, что все едино, выглядывает из щелей любой научной дисциплины. Нельзя не замечать универсальной применимости многочисленных физических констант и законов. Многие представители разных культур, живших в разнообразной исторической эпохе, описывали, что им доводилось переживать откровения, не оставлявшие никакого сомнения в единстве всего сущего. Мы же можем быть уверены лишь в истинности наших ощущений и ни в чем ином. Опять же, ЭПР-корреляция, наблюдаемая в рамках квантовой теории. Эти корреляции указывают, что значительно удаленные друг от друга объекты остаются неразрывно связанными, кажутся совершенно естественными, если принять истинность салепсизма. И так имеем. Случайный субъективный опыт, свидетельство о мистических откровениях, единство физических констант и законов, феномены, связанные с запутанными частицами, а также эстетическую привлекательность этой концепции, ведь она нравилась даже Эйнштейну. Все это небольшие подсказки, указывающие на существование такого фундаментального единства. Действительно, в основе неустанных поисков всеобщей теории всего, которыми заняты физики, тихо работает именно этот неявный двигатель. Такое единство может существовать, а может и нет. Если оно существует, то биоцентризм подтверждается. Если оно не существует, то не имеет значения. Сравнивая различные виды мировоззрения, можно убедиться, что биоцентризм не похож на все предыдущие модели. Он связан с академической наукой, так как занимается изучением мозга и стремится более полно описать сознание с научной точки зрения. Многие достижения экспериментальной нейробиологии помогают нам расширить наши представления о космосе. С другой стороны, биоцентризм обнаруживает сходство с некоторыми постулатами восточных религий. Вероятно, биоцентризм наиболее полезен тем, что помогает определить, на какие научные разработки не стоит тратить времени. С точки зрения биоцентризма, все наши усилия, направленные на более полное понимание Вселенной как единого целого, могут быть напрасными. Теории всего, оставляющие за скобками жизни сознание, скорее всего, ни к чему нас не приведут. Это же касается теории струн. Модели, которые жестко привязаны к развертыванию во времени, например, дальнейшие исследования, связанные с выяснением природы Большого Взрыва как гипотетического события, породившего космос, никогда не дадут нам полностью удовлетворительных ответов и не будут завершены. Напротив, биоцентризм ни в коем случае не является антинаучным. Наука исследует процессы и технические достижения, тем самым принося огромную пользу в пределах тех дисциплин, которыми ей успешно удается заниматься. Но те, кто пытается при помощи науки давать глубокие и окончательные ответы, ведь человечество так жаждет этих ответов, должны рано или поздно встать на позиции той или иной формы биоцентризма, поскольку в противном случае их усилия обречены на провал. Глава 14. Научная фантастика становится реальностью. Когда мы пытаемся предложить новый способ понимания космоса, всегда приходится бороться с инерцией устоявшихся представлений о мире. Все мы разделяем общепринятые взгляды, которые распространяются в обществе как вирус, через книги, телевидение, а теперь и через интернет. Та модель реальности, которая сегодня считается верной, в общем виде сформировалась несколько веков назад, но современный вид приобрела только в середине 20 века. До этого казалось вероятным, что Вселенная всегда существовала примерно в таком же виде, как сейчас, то есть космос вечен. Такая модель, которая называлась стационарной Вселенной, была очень привлекательной с философской точки зрения. Однако ее позиции зашатались после того, как в 1930 году Эдвин Хаббл предложил гипотезу о расширении Вселенной. Стационарная модель была окончательно отвергнута в 1965 году, после открытия космического микроволнового фонового излучения, реликтового излучения. И теория Хаббла, и такое излучение убедительно свидетельствуют в пользу первозданного Большого Взрыва. Факт Большого Взрыва означает, что в далеком прошлом Вселенная родилась, а значит, когда-нибудь погибнет. Это неизбежно, даже если этот взрыв был лишь одним в череде других Больших Взрывов, разбросанных во времени. Даже если параллельно с нашей существуют и другие Вселенные. Соответственно, Вечность не может быть опровергнута. До появления современной модели наша цивилизация была вынуждена еще радикальнее изменить взгляды на устройство мира. В древности Вселенная считалась божественной. Люди не сомневались, что все Вселенские процессы подчиняются воле Бога или Богов. Вселенная состоит из мертвого вещества, а любые проявления жизни в ней случайны, как движения гальки, скатывающиеся по склону холма. Но, несмотря на все это, всегда существовали определенные общепринятые представления о том, где следует искать первые элементы природы, в каком соотношении находится живое и неживое, и какова общая организация Вселенной. Например, в период с начала 19 века и ученые и обыватели полагали, что жизнь существует на поверхности любых небесных тел, даже на Луне. Даже в середине 19 века многие ученые, в том числе знаменитый Уильям Гершель, считали вполне вероятным, что человекоподобные существа населяют даже поверхность Солнца. Существовала гипотеза, что мы наблюдаем жаркие светящиеся солнечные облака, а обитатели Солнца защищены от этого пекла внутренним слоем облаков, выполняющим теплоизолирующую функцию. Писатели-фантасты играли на этом всеобщем интересе к внеземной жизни и непрерывно штамповали романы о марсианах и других подобных пришельцах. Вскоре такие сюжеты превратились в целый новый развлекательный жанр, распространились в книгах, журналах, в кино, на радио и, наконец, в телевизионных передачах. Такие фантастические произведения исключительно сильно влияют на общественное мировоззрение. До тех пор, пока в XIX веке Жюль Верн и другие фантасты не описали на страницах своих произведений «Путешествие человека на Луну», представления о подобных экспедициях казались слишком невероятными и не интересовали широкую публику. Однако к 1960 годам пилотируемые космические полеты стали такой распространенной темой хорошо продававшихся научно-фантастических романов, что налогоплательщики горячо поддерживали финансирование космических программ из бюджета. Реализация подобных проектов в США особенно активно велась в период правления Кеннеди, Джонсона и Никсона. В настоящее время именно наука и научная фантастика, а не религия и философия формируют общественное мнение об устройстве Вселенной. К началу 21 века практически все наши современники уверены, что мир появился в результате грандиозного взрыва, который произошел когда-то очень давно. Считается, что время и пространство это объективная реальность, что звезды и галактики от нас страшно далеко, что Вселенная в сущности не живее гальки, и что в этой Вселенной царят сплошные случайности. Еще более бесспорной кажется идея о том, что каждый индивид является самодостаточным организмом, взаимодействующим с внешней реальностью. Между отдельными живыми существами якобы отсутствует какая-либо материальная связь. Таковы современные модели реальности. В ранних научно-фантастических фильмах, снятых до 1960-х, сюжеты развивались практически исключительно в таком общепризнанном поле. Если в фильме действовали пришельцы, не теряющие популярности и сегодня, то считалось, что они прибыли на Землю с других планет. Законы жанра требовали, чтобы внешне эти существа сильно напоминали людей. Достаточно вспомнить Расу Клинганов из сериала Стар Трек. Желательно общались на языке, если уж на то пошло, на человеческом языке. Ведь молчание на экране недопустимо, оно убивает интерес к любому фильму. Если инопланетные организмы выглядели, скажем, как светящиеся пузыри, то всегда играли лишь эпизодические роли. Существует ряд популярных сюжетных линий, рассказывающих о любви между человеком и инопланетянином. Например, этот мотив развивается в телесериале «Звездный крейсер Галактика», где рассказывается о различных моделях прекрасных роботов Сайлонов, а также в американском телесериале «Морг и Минди». В таких историях протагонистом является герой-одиночка или симпатичный изгой. Он единственный узнает о скором вторжении пришельцев, и только он может спасти от них мир. Как правило, пришельцы из таких фантастических историй враждебны человеку, но иногда оказываются и великодушными. Они даже пытаются исправить наболевшие пороки человеческой цивилизации, например, отучить нас от бесконечных войн или неправильного питания. В последние два десятилетия приобрел популярность другой уже поднадоевший сюжет. Борьба человечества с вышедшими из-под контроля машинами. Он вновь и вновь муссируется в кино с небольшими вариациями. Все, кому доводилось в сердцах восклицать «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», вполне разделяют такие антимашинные чувства и втайне презирают всякие механизмы. Но хотя эти мотивы превратились в настоящий клише в фильмах о Терминатове, ленте «Я робот» в трилогии «Матрица», конца им не видно. Неудивительно, что теперь у всех на подкорке записано «Роботы это плохо». Конструкторам ближайшего будущего будет по-настоящему сложно создавать полезные машины, которые должны получиться совершенно послушными, а также в меру глупыми и безобидными. Большинство оставшихся фантастических сценариев можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть история об экипаже, затерянном в космосе, смертельной болезни, способной истребить все человечество, а также о теории заговора. В последнем случае сюжет развивается вокруг какого-нибудь секретного проекта, вышедшего из-под контроля, либо связан с происками шпиона-дезертира, либо повествует о деятельности какого-то секретного военного агентства, проводящего гнусные несанкционированные эксперименты. Но в научной фантастике, написанной до 1955 года, не встречается никаких сюжетов, связанных с исследованием природы самой реальности. Если уж на то пошло, в ней не было ни одного по-настоящему оригинального сюжета, который заставил бы усомниться в господствующей картине мира. Пришельцы это живые организмы с какой-то планеты. Они не являются ни самой планетой, ни какими-то энергетическими сущностями. Вселенная изображается как внешняя и огромная. Жизнь всегда конечна, время всегда реально. События развиваются только по механистическим законам, а не под действием какого-то самостоятельного космического разума. Что уж говорить о каких-либо квантовых эффектах и о том, как присутствие наблюдателя сказывается на взаимодействии неодушевленных объектов. Ситуация стала меняться в начале 1960-х, особенно после выхода романа «Солярис», в котором была описана живая планета. Затем последовал всплеск воображения, связанный с психиделической революцией 1960-х, 1970-х годов. Широкая читательская аудитория познакомилась с произведением амангардной научной фантастики, принадлежащей Перу Артура Кларка и Урсула Легуин. Кроме того, эта эпоха характеризовалась внезапным, пусть и поверхностным интересом к восточной философии. Пожалуй, такой отказ от традиционных взглядов на природу Вселенной начался с возрождения старинной темы путешествий во времени, которой всегда занимало писателей фантастов. Вплоть до 1960-х путешествия во времени напоминали обычные экскурсии в иной период американской или британской истории. Такие сюжеты популярны сегодня. Примерами подобных историй являются сериал «Назад в будущее», а также классический роман Герберта Уэллса «Машина времени» и его ремейки. Зачастую сюжеты фантастических произведений не связаны с путешествиями, а лишь разворачиваются в прошлом или будущем. Нередко в таких произведениях присутствуют сильные социальные мотивы. Таков, например, роман «Бегство Логана». Но вернемся к теме биоцентризма. Фильмы, ставящие вопрос о том, насколько реалистично само время, стали появляться в 1970-е годы. Так, в ленте «Контакт», снятой по одноименному роману Карла Сагана, зритель получает возможность насладиться релятивистскими эффектами, когда время мгновенно проносится мимо ученого, проводящего эксперимент. Путешественница, роль которой фильме исполняет Джуди Фостер, одновременно с этим сталкивается с приключениями в другом мире. Иллюзорность времени лежит в основе сюжета таких фильмов, как «Пеги Сью вышла замуж», в котором взрослая героиня вновь переживает детство. Из-за распространения подобных мотивов фантастики, время стало восприниматься читателями как подозрительно ненадежной материи. Кроме того, в научной фантастике появились сюжеты о том, что основой реальности является сознание. Главный герой фильма «Помни» существует одновременно на нескольких временных уровнях. К фильмам такого рода можно отнести ленту «Беги, лоло, беги». Сюжет этого фильма объясняется в частности при помощи многомировой интерпретации. Это феномен, исследуемый в рамках квантовой физики и предполагающий, что любые потенциальные возможности реализуются одновременно. Правда, три версии сюжета фильма показаны последовательно, без объяснения их физической подоплеки. Итак, в общественном сознании уже подготовлена почва для восприятия биоцентризма. Мы начинаем понимать, что реальность существует только в разуме. Именно в разуме и заключена вся Вселенная. И так, несмотря на то, что биоцентрическое мировоззрение пока не изучается в школе, не затрагивается религией и неизвестно в широких слоях общества, в последнее время некоторые положения биоцентризма постепенно проникают в произведения научной фантастики. Поэтому неверно было бы утверждать, что концепция биоцентризма сейчас является совершенно чужеродной или невообразимой в рамках повседневного опыта. Здесь уместно вспомнить о популярных шутках, которые самопроизвольно распространяются в обществе без каких-либо усилий или контроля со стороны человека. Фактически они живут собственной жизнью. Прорывные идеи зачастую обладают такими же свойствами. Они не только привлекательны, но и заразительны, можно сказать, заразны. Там Галилей был крайне раздражен, сталкиваясь всеобщим нежеланием просто заглянуть в телескоп и убедиться, что Земля не является неподвижным центром Вселенной, вокруг которого вращаются все остальные небесные тела. Однако такая проблема как минимум частично объяснялась тем, что галилейские представления в тот век еще не стали достаточно заразными и не могли самостоятельно распространяться. Биоцентризму повезло гораздо больше. Благодаря тому, что в научной фантастике активно исследуются многие идеи, созвучные ему, данная парадигма переживает период активной популяризации. Возможно, время биоцентризма наступит очень скоро. Если авторы научной фантастики, не вписывающиеся в рамки мейнстрима, додумываются до странных, новоявленных феноменов реальности и начинают исследовать их в своих книгах, то понимание данных идей вполне может оставаться очень приблизительным. Это касается и квантовой запутанности, и изменений прошлого в результате решений, принятых в настоящем, и самого биоцентризма. Настоящий фантаст не успокоится, пока не придумает для своих поклонников что-то по-настоящему свежее. Успех порождает успех. Новые идеи могут стремительно распространяться в общественном сознании. Например, сравнительно недавно это произошло с представлениями о космических полетах. Вы даже не заметите, как мы с вами окажемся в новой эпохе свежих идей. Все дело в том, что человеку присущ одинаковый сильный интерес и к науке, и к фантазии. «Мы чувствуем, что чувствуем, и понимаем, что понимаем. А чувствовать, что мы чувствуем или понимаем, значит чувствовать, что мы существуем». Аристотель Сознание представляет собой величайшую проблему для науки, хотя является одним из ключевых феноменов биоцентризма. Нет ничего более интимного, чем восприятие собственного сознания, но нет и ничего более трудно объяснимого. Исследователь сознания Дэвид Чаумерс, работающий в Австралийском национальном университете, говорит, «В последние годы ведутся исследования всевозможных ментальных феноменов, но сознание упрямо не поддается ученым. Многие пробовали его объяснить, но все попытки пока не увенчались успехом. Некоторые полагают, что эта проблема неразрешима, и мы так и не сможем сформулировать удовлетворительное объяснение». Постоянно выходят все новые книги и статьи, посвященные проблеме сознания. Некоторые такие работы озаглавлены довольно амбициозно. Например, «Объясненное сознание. Труд Даниэла Деннета», написанной в 1991 году. Автор пользуется методом, который сам именует гетерофеноменологическим. Он полагает, что свидетельство об интроспекции – это не доказательство, объясняющее сознание, а информация, которую еще следует интерпретировать. Автор считает, что разум – это бурлящий агрегат, в котором происходит спонтанная параллельная обработка данных. Действительно, мозг постоянно распараллеливает решения даже самых простых задач, например, обработку зрительной информации. Однако, Деннет, к сожалению, не приходит никаким серьезным выводом о природе сознания, несмотря на громкое название книги. Завершая свой фолиант, Деннет практически в порядке оговорки пишет, что все-таки сознание – это полнейшая тайна. Неудивительно, что другие исследователи иногда называют его книгу «сознание незамеченной». Деннет всего лишь один из многих исследователей, которые полностью игнорируют все таинственные хитросплетения субъективного опыта, а занимаются лишь самыми поверхностными и податливыми аспектами сознания. Да, такие аспекты поддаются изучению при помощи стандартных методов когнитивистики. Потенциально эти аспекты сознания можно объяснить на уровне нейронных механизмов и строения мозга. Чалмерс, один из критиков Деннета, характеризует так называемые простые проблемы сознания как объясняющие следующие феномены. Умение различать, категоризировать внешние раздражители и реагировать на них. Интеграцию информации когнитивной системой. Возможность описания ментальных состояний. Возможность системы оперировать собственными внутренними состояниями. Сосредоточение внимания. Сознательный контроль над своим поведением. Разницу между сном и бодрствованием. В популярной литературе некоторые из этих феноменов могут поверхностно трактоваться как исчерпывающий список проблем, связанных с сознанием. Но хотя все вышеупомянутые проблемы представляются решаемыми на уровне нейробиологии, ни одна из них не затрагивает сознание в том смысле, в каком его понимает биоцентризм, а также многие нейрофизиологи и философы. Признавая это, Чалмерс высказывает очевидное. Истинная проблема сознания это проблема опыта. Когда мы думаем и воспринимаем, в нашем мозге активно обрабатывается информация. Но у этих процессов есть и субъективный аспект. Речь именно об опыте. Например, когда мы видим, мы испытываем визуальные ощущения. Есть телесные ощущения от боли до оргазма, ментальные образы, которые создаются в сознании, ощутимые положительные и отрицательные эмоции, а также опыт постоянного мышления. Невозможно отрицать, что некоторые живые организмы переживают субъективный опыт. Но вопрос о том, как они воспринимают этот опыт, очень сложен. Не вызывает сомнений, что опыт имеет физическую основу, но мы не можем удовлетворительно объяснить, почему и как он возникает. По какой причине физические процессы вообще могут порождать такой богатый внутренний мир? Это кажется субъективно невероятным, но тем не менее внутренний мир существует. Проблема сознания может показаться как легкой, так и очень сложной. Разница заключается в том, что в первом случае проблема сознания ограничивается его фундаментальными аспектами работы. Кажется, что ученым достаточно лишь выяснить, какие отделы мозга какими процессами управляют, и можно будет смело утверждать, что проблема когнитивной функции человека разрешена. Иными словами, такая проблема механистична и поэтому сравнительно проста. но у сознания опыта есть и более глубокий и бесконечно более обескураживающий аспект. Чалмерс указывает, что такая сложность возникает именно потому, что проблема не сводится к работе или функциям мозга. Она остается после того, как все важные функции мозга объяснены. Действительно, мы знаем, как различается, интегрируется и обрабатывается информация на уровне нейронов, но по-прежнему не можем объяснить, как она испытывается. Когда мы описываем принцип функционирования любого объекта, будь то машин или компьютер, обычно при этом не учитывается никаких аспектов, кроме физических и химических взаимодействий атомов, из которых состоит эта машина. Мы уже давно занимаемся конструированием сложных машин, задействуем в них высокие технологии и компьютерную память, собираем электрические микросхемы и твердотельное устройство, позволяющее решать задачи со все более высокой точностью и гибкостью. Вероятно, когда-нибудь у нас даже появятся машины, способные питаться, размножаться и развиваться. но до тех пор, пока мы досконально не разберемся в принципах функционирования мозга, регулирующих логику пространственно-временных отношений, мы не сможем создать сознающую машину, такой как компьютер Дата из сериала Стар Трек или Дэвида, мальчика из ИИ. Мой интерес к созданию живых организмов и к тому, как мы воспринимаем мир, в начале 1980-х привел меня в Гарвардский университет, где я встретился с Беев с Киннером. Целый семестр пролетел незаметно. Это время отчасти я провел в беседах со Скиннером, а также сделал немало опытов в его лаборатории. Скиннер не занимался лабораторными исследованиями уже около двух десятилетий, с тех самых пор, как учил голубей парным танцем и даже игре в пинг-понг. Наши эксперименты оказались успешными, несколько наших совместных работ были опубликованы в журнале. Темы наших исследований быстро оказались подхвачены разными газетами и журналами, выходили статьи под названием «Говорят голуби, триумф птичьего мозга», «Говорят обезьяны», «Два пути к птичке Скиннера», «Птицы говорят с Беев с Киннером» и «Ученые вихивиористы разговаривают с голубями». Фред выступал в телешоу и рассказывал, какими интересными были эти эксперименты. Это был самый лучший семестр за все мои университетские годы. Это было и очень многообещающее начало. Все эти эксперименты хорошо сочетались с мнением Скиннера о том, что индивид это набор поведений у местных в той или иной ситуации. Однако, с тех пор, как я работал со Скиннером, мои взгляды изменились. Думаю, что вихивиористская наука не в силах ответить на все вопросы. Что такое сознание? Почему оно существует? Пока мы не ответили на эти вопросы, все исследования напоминают сборку ракеты и запуск ее в никуда. Много шума. Есть в такой работе очевидное достижение, но совершенно непонятно, зачем мы это делаем. Возможно, с моей стороны несколько кощунственно задавать такие вопросы, так как тем самым я придаю память доброго, но гордого старика-ученого, который доверился мне много лет назад. Однако, волнующие меня проблемы буквально висят в воздухе, предельно ощутимые, пусть и невысказанные. Они животрепещущие, как стрекоза и как светлячок, зеленоватым сиянием которого я однажды залюбовался на обочине. Может быть, все дело в том, насколько безрезультатными оказались все попытки нейрофизиологов описать сознание в контексте таких феноменов, как его проявления на уровне нейронов. Разумеется, при постановке всех этих ранних экспериментов никто даже не сомневался, что проблема сознания вероятно будет решена, как только удастся описать работу всех синапсов мозга. Но наряду с таким мнением всегда присутствовал и невысказанный пессимизм. «Инструментарий нейрофизиологии», пишет Чауэрс, «не может полностью описать сознательный воспринимаемый опыт, хотя, конечно, может рассказать о многом другом. Возможно, сознание удастся описать в рамках какой-то новой теории». Действительно, в 1983 году в отчете Национальной Академии Наук США представители Исследовательского информационного Совета по Когнитивным Наукам и Искусственному Интеллекту признали, что проблема сознания представляет собой беспрецедентную основополагающую научную загадку, сравнимую с такими вопросами, как эволюция Вселенной, происхождение жизни или природа элементарных частиц. На самом же деле эта тайна проста. Нейрофизиологи разработали теории, позволяющие описать интеграцию отдельных информационных фрагментов мозги. При этом ученым якобы вполне удалось объяснить, как сливаются в согласованные целые разрозненные атрибуты каждого воспринимаемого объекта, например, форма, цвет и запах цветка. Некоторые ученые, например, Стюарт Хаммеров, полагают, что этот процесс протекает на столь глубоких уровнях мозга, что на него влияют квантовые взаимодействия. Другие исследователи, в частности, Крик и Кох, считают, что в основе этого процесса лежит синхронизация клеток мозга. Отсутствие общего мнения по столь фундаментальному вопросу красноящиво свидетельствует, какую титаническую задачу мы перед собой ставим, даже если нам осуждено постичь механику сознания. Что касается теорий, работа, проделанная в течение последних 25 лет, свидетельствует о серьезном прогрессе, достигнутом за это время в области нейрофизиологии и психологии. Однако, у всех подобных теорий есть серьезный недостаток. Они описывают лишь структурные и функциональные аспекты. Такие теории нисколько не проясняют, как функционирование тех или иных отделов мозга связано с испытываемым опытом. А вся сложность сознания заключается именно здесь, в этом пробеле. Необходимо понять, что в принципе субъективный опыт может возникать в результате физических процессов. Даже физик Стивен Вайнберг, нобелевский лауреат, признает, что с сознанием связана огромная научная проблема. Конечно, сознание может в той или иной степени коррелировать с нервной деятельностью, но представляется маловероятным, что оно является лишь плодом взаимодействия физических законов. Как писал Эмерсон, это противоречит всему нашему опыту. И вдруг мы оказываемся не на поприще критических размышлений, а в святом месте, где должны вести себя очень осторожно и благоговейно. Мы стоим перед секретом мира, где бытие преображается видимость, а единство в разнообразии. Собственно, вот перед чем разводят руками Вайнберг и другие, кто размышлял об этой проблеме. Учитывая всю известную нам физику и химию, учитывая сложную нейрофизиологическую структуру и архитектуру мозга, а также постоянно пронизывающие его слабые электрические токи, нет никаких оснований получить на выходе то, что мы наблюдаем, мир, во всех его разнообразных образах, полных запахов и чувств. Субъективные чувства бытия, жизни, которые мы считаем настолько естественным, что лишь немногие из нас когда-либо задумываются об этом. В науке, как и в любой другой дисциплине, нет ни одного принципа, который бы хоть как-то подсказывал, каким образом на Земле из всего этого образовалось сознание. Многие физики заявляют, что всеобщая теория всего вот-вот будет сформулирована. Однако они признают, что совершенно не в состоянии объяснить существование сознания. По мнению Пола Хоффмана, издателя энциклопедии «Британика», существование сознания – это величайшая тайна в мире. Правда, хотя мы и движемся к ее разгадке черепашьим шагом, лишь одна наша научная дисциплина может помочь нам на этом пути. Это биология. Физика пыталась решить данную задачу, но оказалось, что она ей не по плечу. Физика ответов не дает. Проблема современной науки на фоне все новых открытий, совершаемых учеными-когнитивистами, заключается в том, чтобы найти хоть какие-нибудь намеки, подсказки, ниточки. До сих пор все дороги уводили нас куда-то в нейронные дебри. Мы подробно изучали, какие отделы мозга отвечают за какие функции. Например, если мы знаем, в какой части мозга воспринимается запах, мы ни на йоту не приближаемся к пониманию того, как воспринимается запах. Почему, например, ни с чем не спутаешь запах лесного пожара? Эта проблема стала для современной науки таким проклятием, что лишь единицы решаются сделать первые шаги к поиску этих ответов. Возможно, мы сейчас настолько же далеки от понимания природы сознания, насколько далеки были древние греки от понимания природы Солнца. Каждый день небо пересекает огромный огненный шар. Если бы кто-то захотел постичь, из чего состоит этот шар и как движется, какой первый шаг нужно было для этого предпринять? Что делать, если до изобретения спектроскопа и до понимания принципов его работы остается еще два тысячелетия? «Пусть человек», говорит Эммерсон, сохранив в своем сердце откровения всей природы и все мысли, а именно что Всевышний живет рядом с ним, что все источники природы лежат в человеческом разуме. Если бы только физики сознавали границы своей науки, как это делал Скиннер, он, будучи основателем современного бихевиоризма, не пытался понять процессы, происходящие в сознании индивида. Ему достало осторожность и его горазумие, чтобы считать разум черным ящиком. В одной из наших бесед о природе и вселенной, пространстве и времени, Скиннер сказал, «Не знаю, как вы можете об этом думать. Я даже не знаю, с чего начать, если хочешь поразмыслить о пространстве и времени». Его скромность свидетельствовала об эпистемологической мудрости этого человека. Правда, когда он сталкивался с этой темой, я замечал в его мягком взгляде оттенок беспомощности. Разумеется, ответы на вопросы о сознании лежат далеко не только в плоскости атомов и белков. Когда мы рассматриваем нервные импульсы, поступающие в мозг, мы понимаем, что они не сплетаются автоматически, нисколько не напоминая в этом отношении информацию из компьютера. В наших мыслях и ощущениях прослеживается определенный порядок, причем он обусловлен не самими мыслями и чувствами, а тем, как мозг соотносит любой испытываемый опыт с пространственно-временными факторами. Даже если перевести когнитивную функцию на следующий уровень, считать, что она обеспечивает понимание смысла и значения окружающих феноменов, необходимо признать, что она связана с осознанием пространственно-временных взаимосвязей, нашей внешней и внутренней чувственной интуицией. Мы не можем пережить какой-либо опыт вне рамок этих пространственно-временных взаимоотношений, поскольку они являются модусами интерпретации и понимания. Речь о ментальной логике, которая оформляет ощутимую реальность как совокупность трехмерных объектов. Поэтому было бы ошибочно считать, что разум действует во времени и пространстве до того, как наше понимание обрисует перед ним необходимый для этого пространственно-временной контент. Эта ситуация напоминает воспроизведение музыкального компакт-диска. Сам CD содержит лишь информацию, но когда плеер включен, эта информация превращается в настоящий звук. Именно таким и только таким образом существует музыка. Вновь послушаем Эммерсона, который говорит, разум это единство, а природа его отражение. Действительно, все существование сводится к логике этой взаимосвязи. Сознание никак не связано с физической структурой или функцией мозга как таковой. Сознание напоминает степель плавуна, который цепляется за землю сразу во многих местах. Оно существует, поскольку воспринимает ощутимое пространство в контексте текущего времени. Давайте поговорим об одной из излюбленных тем научной фантастики. Машине или роботу вдруг удается развить собственный разум. Что нам остается, кроме как удивленно задаваться вопросом, писал Айзек Азимов, наступит ли когда-нибудь такой день, когда компьютеры и роботы смогут заменить человека во всех сферах? Когда я был приглашен на празднование 80-летия Скиннера, рядом со мной за столом сидел один из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта. Мы разговорились, и он обратился ко мне. Вот вы очень тесно сотрудничали с Фредом. Как вы думаете, когда-нибудь удастся сделать копию сознания такого подопытного голубя, с каким вы работали? «Сенсомоторные функции?» «Да», ответил я, «но не сознание. Это невозможно». «Простите, не понимаю». Как раз в это время Скиннер поднялся на сцену, и гости попросили его произнести небольшую речь. В конце концов, это был вечер у Фреда, вряд ли было бы уместно предоставить слово одному из его бывших студентов, чтобы тот пустился в высокопарной речи о сознании. Но сегодня я без колебаний могу сказать, что до тех пор, пока мы по-настоящему не поймем природу сознания, мы не сможем построить робота с сознанием человека, робота или даже стрекозы. Объект, машина или компьютер работает лишь на основе физических принципов. На самом деле машина существует в пространстве времени лишь потому, что их воспринимает наблюдатель, обладающий сознанием. Машина, в отличие от человека или голубя, не имеет целостного чувственного опыта, необходимого для восприятия реальности и самосознания. Такой опыт должен появиться прежде, чем понимание выстроит пространственно-временные взаимосвязи, оформляющие любой чувственный опыт, прежде чем возникнут взаимоотношения между сознанием и окружающим его пространственным миром. Вся сложность пересадки сознания на машины-носитель должна быть очевидна любому, кто присутствовал при рождении нового существа, обладающего сознанием. Как мы приходим в мир? Индосы верят, что сознание или духовная составляющая появляется у человеческого эмбриона на третьем месяце беременности. На практике, соблюдая научную честность, мы должны признать, что не представляем, как вообще возникает сознание у индивида, у коллектива. Можно ли быть уверенными, что этот процесс не ограничивается какими-то молекулярными или электромагнитными взаимодействиями? А возникает ли сознание вообще? Принято говорить, что каждая клетка в нашем теле является элементом непрерывной последовательности клеток, которые начали делиться миллиард лет назад. Все это единая неразрывная цепь жизни. Но что же насчет сознания? Оно должно быть более нерушимым, чем что-либо иное. Хотя многие люди полагают, что Вселенная вполне может существовать и без него, мы уже понимаем, что все не так просто, если как следует призадуматься над проблемой сознания. Как появилось сознание? С чего оно началось? Этот вопрос не становится ничуть менее загадочным, если его переформулировать. Как сознание могло появиться в уже возникшей Вселенной? Может быть, сознание это все на свете? Великие мыслители прошлого были правы. Сознание это великая тайна, перед которой меркнет все остальное. Если читателю кажется, что все это пустые разговоры и философии, напомню, что вот уже три четверти века на самом высоком уровне в кругах ученых-физиков ведутся ожесточенные дискуссии о том, как наблюдатель может влиять на окружающую реальность. Дебаты о роли и важности наблюдателей в физической вселенной начались довольно давно. Давайте вспомним знаменитый мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком Эрвином Шрёдингером, экспертом по квантовой механике. Шрёдингер пытался продемонстрировать, насколько абсурдными представляются вероятные последствия квантовых опытов в категориях обыденной логики. По Шрёдингеру допустим, что есть закрытый ящик, в котором находится небольшое количество радиоактивного вещества. Образец может испустить частицу, а может и не испустить. Существуют обе возможности, и, согласно копенгагенской интерпретации, ни один из этих исходов не станет реальным, пока его не зафиксирует наблюдатель. Лишь после акта наблюдения произойдет коллапс волновой функции, и частица проявится или не проявится. И так пока всё логично. Но теперь давайте поместим в ящик счётчик Гекера, который обнаружит частицу, если она материализуется. Счётчик будет соединён со свободно закреплённым молотком. Как только сработает счётчик, молоток ударит по ампуле со смертельно ядовитым цианистым газом. В ящик мы также посадим кота. Если капсула разобьётся, кот умрёт. Согласно Копенгагенской интерпретации, и квантовый процесс испускания частицы при радиоактивном распаде, и счётчик Гекера, и падающий молоток, и сам кот, теперь объединены в цельную квантовую систему. Но вся описанная последовательность событий может превратиться из возможности в реальность только после того, как кто-то откроет ящик и совершит акт наблюдения. «Что же это означает?» спрашивает Шрёдингер. «Если мы найдём в ящике мёртвого разлагающегося кота, должны ли мы верить, что животное было подвешено в состояние равновероятности всех возможностей до самого последнего момента, в который мы открыли ящик? Признать, что нам лишь кажется, что кот умер уже несколько дней назад? Согласиться, что кот какое-то время действительно был одновременно и жив и мёртв, что допускается к копенгагенской интерпретации, а вся последовательность событий совершилась лишь после того, как кто-то открыл ящик и тем самым восстановил весь ряд прошлых событий? Да, именно так. Правда, Шрёдингер почему-то не считает сознающим наблюдателем самого кота, а ведь присутствия животного может быть достаточно для коллапса волновой функции здесь и сейчас. Незачем ждать несколько дней, пока человек не откроет ящик. В любом случае, даже сегодня так считает абсолютное большинство физиков. Аналогично мы можем взглянуть на Вселенную, которая, вероятно, возникла в результате Большого Взрыва 13,7 миллиарда лет назад. Тем не менее, мы видим только то, что существует сейчас, и предполагаем, что история Вселенной именно такова. Квантовые теории позволяют с уверенностью утверждать лишь одно. Вселенная выглядит так, как будто ей много миллиардов лет. Согласно квантовой механике, наши знания не обладают полной определенностью. Напротив, степень их определенности серьезна и непреодолимо ограничена. Однако, если бы во Вселенной не было наблюдателей, космос представлял бы собой совершенно ничто. Это констатация факта. Быть ничем значит не существовать каким-либо мыслимым образом. Физик Андрей Линде из Стэнфордского университета считает, Вселенная и наблюдатель существуют в паре. Не могу представить себе такую теорию Вселенной, которая была бы непротиворечивой и при этом не учитывала бы сознание. Ни в каком смысле не берусь утверждать, что Вселенная так и существовала бы при отсутствии наблюдателей. Джон Уиллер, знаменитый физик из Принстона, годами отстаивал следующую точку зрения. Он говорил, что если мы наблюдаем свет далекого квазара, то этот свет будет искривляться, если попадет в гравитационное поле более близкой к нам галактики. Поэтому свет квазара может обогнуть этот звездный остров с любой стороны. Уиллер считал, что в данной ситуации перед нами разворачивается настоящий квантовый эксперимент только в колоссальных масштабах. Уиллер полагал, что измерение, в которое вовлечен поступивший от квазара квант света, конкретизирует ранее неопределенную траекторию, по которой этот квант пустился миллиарда лет назад. Разумеется, это напоминает квантовые эксперименты, о которых мы говорили выше. Акт наблюдения за частицей здесь и сейчас определяет, по какой траектории ее частица Близнец, начала двигаться в прошлом. В 2002 году корреспондент журнала Дисковер Тим Фолджер отправился на побережье штата Мэн, чтобы взять в Джона Уиллера интервью. Мнения Уиллера об антропном принципе и другие по-прежнему пользовались авторитетом в обществе. Но Уиллер говорил настолько провокационные вещи, что редколлегия журнала решила назвать статью «Существует ли Вселенная, если мы на нее не смотрим?» исходя из тех соображений, которые Уиллер высказывал на 10-ом десятилетии своей жизни. Уиллер сказал Фолджеру, что совершенно уверен, Вселенная заполнена огромными облаками неопределенности, с которыми пока не вступили в контакт ни сознающий наблюдатель, ни даже неодушевленная материя. Во всех этих местах, убежден Уиллер, Космос представляет собой огромные регионы, в которых прошлое еще не стало прошлым. Если вам кажется, что у вас уже заходит ум за разом, давайте сделаем отступление и вновь поговорим о моей знакомой Барбаре. Она с удобством расположилась у себя в комнате, держит в руках стакан воды. Она убеждена, что существует, а также уверена, что существует и стакан воды. Ее дом таков, каким был всегда. Печка из литового железа, картина Барбара на стене, старый дубовый стол. Она ковыляет из комнаты в комнату. 90 лет ее жизни состоят из бесчисленных вариантов, которые приходилось выбирать. Тарелки, покрывала для кроватей, творчество, бытовая техника, инструменты у нее в кладовке, жизненный путь – все это наполняет ее годы. Каждое утро она открывает дверь, чтобы забрать из почтового ящика газету Boston Globe или выйти поработать в саду. Она открывает дверь, ведущую из дома на заднее крыльцо, и попадает на лужайку, на которой кое-где установлены флюгера. Они поскрипывают под доновением вечернего бриза. Барбара думает, что мир так и будет жить размеренной жизнью, независимо от того, откроет она дверь или нет. Ее нисколько не волнует, что кухня исчезает, стоит Барбаре перейти в ванную. Садик и флюгера испаряются, когда она спит. Кладовка со всеми инструментами не существует, когда Барбара отлучается в лавку зеленщика. Когда она открывает дверь и переступает через порог, когда ее органы чувств перестают воспринимать кухню, шум посудомоечной машины, тиканье часов, гудящие трубы, запах пожаристой курицы, эта кухня, казалось бы, состоящая из такого множества разнообразных предметов, превращается в первозданное энергетическое ничто, вероятностные волны. Вселенная начинает существовать только в присутствии жизни, и никак иначе. Пожалуй, эту мысль можно сформулировать понятнее. Природа и сознание существуют в вечной корреляции друг с другом. Для каждой жизни, или если предпочитаете, для жизни вообще, существует своя Вселенная, состоящая из сфер реальности. Очертания и формы порождаются в сознании живого существа на основе сенсорной информации, полученной от ушей, глаз, носа, языка и кожи. Наша планета состоит из миллиардов сфер реальности, внешних и внутренних слияний. Реальность это слоеный пирог невообразимых масштабов. Но так ли это на самом деле? Каждое утро вы просыпаетесь и видите, что за ночь платяной шкаф никуда не делся. Он стоит все там же у стены, через всю комнату от вашей удобной кровати. Вы надеваете вытертые джинсы и любимую футболку, затем топаете в шлепанцах на кухню, чтобы заварить кофе. Как человек в здравом уме может поверить, что весь огромный мир, который ждет нас за дверью, существует только в нашем сознании? Здесь не обойтись еще без некоторых аналогий. Чтобы лучше представить себе вселенную неподвижных стрел и исчезающих лун, обратимся к современной электронике и нашим биологическим инструментам восприятия органов чувств. Из опыта нам известно, что в черном корпусе DVD-плеера есть какой-то механизм, извлекающий с диска информацию и показывающий вам кино. Электроника из DVD-плеера преобразует и анимирует информацию из диска, выдавая ее как двухмерную картинку. Можете считать, что мозг очень похож на электронную начинку DVD-плеера. Иными словами, объясняя этот феномен на языке биологии, мозг преобразует электрохимические импульсы, полученные от органов чувств, в упорядоченные картинки. Вы видите перед собой чье-то лицо, эту страницу, комнату, окружающий мир, как единое трехмерное целое. Поток информации, поступающий от органов чувств, превращается в настолько неподдельную реальность, что лишь немногие люди задумываются, как именно это происходит. Наш разум столь поднатарел в конструировании трехмерной Вселенной, что мы почти не задаемся вопросом, выходит ли Вселенная за рамки нашего воображения. Мозг сортирует, упорядочивает и интерпретирует ощущения, которые мы воспринимаем. Например, фотоны света, прилетающие к нам с Солнца и обладающие электромагнитной силой, сами по себе никак не выглядят. Это кванты энергии. Бесчисленные миллиарды таких частиц отскакивают от окружающих предметов. Некоторые фотоны отражаются так, что в виде разнообразных комбинаций электромагнитных волн попадают на сетчатку глаза, неся информацию об объекте. На сетчатке фотон сообщает свою силу триллионам атомов, уложенных в виде тончайшего ковра конусообразных клеток. Клетки приступают к обработке полученных сигналов, такой стремительной, что никакой компьютер с ними не сравнится. Затем в мозге возникает окружающий мир. В главе Трима говорили о том, что свет сам по себе цветом не обладает, но мы видим его как волшебную мозаику контуров и красок. Далее начинается параллельная обработка этих сигналов, которые измеятся по нейронам сетям со скоростью в три раза ниже скорости звука. Это необходимый этап. Пациенты, которые десятилетиями были слепы, но в результате хирургической операции смогли вернуть зрение, сконфужены неуверенно таращатся на все вокруг. Они еще не научились видеть то, что видим мы, либо правильно обрабатывать новоприобретенный опыт. Зрительные образы, тактильные ощущения, запахи, все эти стимулы воспринимаются исключительно в мозге. Вне мозга нет ничего, несмотря на то, что языковая картина мира убеждает нас в обратном. Все, что мы наблюдаем, это плод непосредственного взаимодействия энергии разума. Все, чего мы не наблюдаем, лишь потенциально существует, или, выражаясь более строгим математическим языком, пребывает в вероятностном состоянии. Уиллер сказал, существует только то, что подвергается наблюдению. Можно сказать, что наш разум действует как система микросхем электронного вычислительного устройства. Считайте, что вы купили новенький калькулятор и только что извлекли его из чехла. Вбиваете в него 4 умножить на 4, на экране высвечивается 16. Так и происходит, несмотря на то, что эти конкретные числа еще не перемежались на данном устройстве. Калькулятор работает в соответствии с набором правил, как и мозг. На дисплее исправного калькулятора непременно высветится цифра 16, если вы наберете на клавиатуре 4 умножить на 4, или 10 плюс 6, или 25 минус 9. Когда вы выходите за дверь, в мозг как будто поступает новый набор чисел, определяющий, что отобразится на дисплее. Будет ли на небе Луна, будет ли она прикрыта облаком, увидите вы полную Луну или полумесяц. Все точки физической реальности не соединены никакими линиями или пунктиром, пока вы не посмотрите в небо. Луна начинает существовать только после того, как вы сами извлечете ее из математической вероятности в вашу сеть сознания. В любом случае, пространство между отдельными атомами Луны так велико, что ее правильнее считать пустотой, а не твердым телом. Ничего твердого на свете действительно не существует. Это иллюзия, порождаемая нашим мозгом. Возможно, вы попытаетесь краем глаза уловить эту вероятностную дымку, прежде чем она оформится в реальность, как мальчишка, приоткрывающий обложку журнала полейбой. Вы попробуете метнуть взгляд или молниеносно повернуть голову, чтобы ухватить ускользающую реальность, но вы не сможете увидеть чего-то, что еще не существует, поэтому игра заведомо проиграна. Некоторым читателям все это может показаться нонсенсом. Вы скажете, что в мозге нет никаких механизмов, которые в действительности могли бы создавать физическую реальность. Но посудите сами. Человек видит сны, а также может заболеть шизофренией. Шизофрения великолепно описана в знаменитом фильме «Игры разума». Эти очевидные факты подтверждают способность разума конструировать совершенно достоверную пространственную временную реальность, не отличающуюся от той, в которой вы существуете сейчас. Я, как врач, могу засвидетельствовать, что образы и звуки, которые видят и слышат шизофреники, кажутся им не менее реальными, чем страница, которую вы читаете, либо стол, на котором вы сидите. Именно здесь мы наконец-то подходим к воображаемой границе себя. Во сне, как известно, сознание притупляется, разрываются пространственно-временные взаимосвязи, кончаются пространство и время. Где же мы при этом находимся? На зывких ступенях реальности, которые могут быть спрятаны где угодно. Как образно сказал Эмерсон, в одном из тех дней, которые тот выиграл луны, чтобы мог родиться Осирис. Действительно, сознание кажется лишь поверхностным слоем нашего разума. Оно похоже на земной корову, в которую мы еще только недавно начали проникать. Ниже уровня сознательных мыслей нас могут ожидать встречи с подсознательными нервными состояниями. Но сами эти свойства разума в отрыве от нашего сознания также не существуют в пространстве и времени. Они не более реальны, чем камень или дерево. Что касается пределов сознания, так сказать, его границ, существуют ли они каким-либо мыслимом образом? Или все гораздо проще, чем Всегда есть возможность, писал Торо, быть всем. Как такое может быть? Как получается, что в строгих физических экспериментах элементарная частица может быть в двух местах одновременно? Как нам удается видеть баклана на пруду, один единственный васирек или одуванчик на всем поле, луну, полярную звезду? Насколько обманчиво пространство, разделяющее их, то пространство, из-за которого они кажутся одиночными предметами? Разве они не являются элементами той самой реальности, которую исследовал в своем опыте Бел? Он доказал, что любые локальные процессы подвержены влиянию нелокальных событий. Ситуация немного напоминает приключения Алиса в Стране Чудес, попавшей в Озеро Слез. Мы можем быть уверены, что никак не связаны с рыбами в озере, так как у них есть чешуя и плавники, а у нас нет. Все же, по мнению философа и физико-теоретика Бернарда Спания, неразделимость одна из наиболее общих и точных концепций мы связаны каким-то образом, как элементарная частица в эксперименте Белла, и что они могут обходить законы причинно-следственной связи. Представьте себе два детектора, расположенных на разных концах Вселенной. Каждому из детекторов в противоположных направлениях летят фотоны, испускаемые источником света, расположенным где-то в середине Вселенной. Если экспериментатор изменит поляризацию луча, то мгновенно повлияет на события, происходящие на расстоянии десяти миллиардов световых лет от него. Но, по-видимому, в ходе подобного процесса никакая информация не может быть с такой же скоростью передана от одного наблюдателя к другому из точки А в точку Б. Процесс протекает сугубо сам по себе. Именно такова-то наша часть, которая неразрывно связана с рыбами в озере. Нам кажется, что вокруг нас воздвигнута какая-то стена, непроницаемая окружность. Но эксперимент Белла подсказывает, что существуют определенные причинно-следственные связи, которые непостижимы для нашего привычного классического мышления. Как писал Тора, люди считают, что истина отдалена от них пространством и временем, что она где-то за дальними звездами, до Адама и после последнего человека на Земле. Да, вечность заключает в себе высокую истину, но время, место и случай, все это здесь и сейчас. Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом, но от нее остается нечто вечное. Бенедикт Спиноза Как биоцентрическое мировоззрение может изменить нашу жизнь? Как оно повлияет на наши чувства, любовь, страх, скорбь? Важнее всего, как оно помогает нам примириться с нашей несомненной смертностью и понять связь нашего тела с сознанием. Тяга к жизни и обусловленный этим страх смерти фундаментальная проблема, иногда перерастающая выдержимость. Это грубо, но неоспоримо доказывают роботы-репликанты из фильма «Бегущий по лезвию бритвы» всем, кто готов слушать. Но как только мы забудем о полном случайности в физическом космосе и начнем смотреть на вещи с биоцентрической точки зрения, конечность жизни уже не кажется столь бесспорной. Две тысячи лет назад Лукреции Пекуреец учил не бояться смерти. Размышления о времени и об открытиях современной науки приводят нас к аналогичным выводам. Лишь самосознание разума является истинной реальностью, главенствующей и безграничной. Умирает ли сознание вместе с телом? Здесь мы ненадолго отвлечемся от науки и подумаем, что подсказывает и допускает биоцентризм, а не что он доказывает. Следующие выкладки довольно спекулятивны, но не думайте, что я просто философствую. Мои выводы не противоречат логике и здравому смыслу, если сознание является одной из основ Вселенной. Те, кого интересуют только факты, вправе не согласиться с любыми из ниже изложенных довольно условных умозаключений. Как писал Эммерсон в очерке «Сверхдуша», приверженность чувствам у большинства людей настолько сильнее доводов разума, что стены пространства и времени кажутся прочными, реальными и непреодолимыми. Если кто-то говорит о непостоянстве этих границ в мире, то его могут счесть безумцам. Помню день, когда я впервые это осознал. Из-за поворота выехал трамвай, от которого во все стороны с треском летели искры. Гремели металлические колеса, звякали монетки. Сотрясаясь и покачиваясь, массивный электрический вагон летел мое прошлое, квартал за кварталом, через десятилетия, сквозь окраины Бостона, где кончается метро, и танк до Роксбери. На этом трамвае я добрался до подножия холма, туда, где для меня когда-то началась Вселенная. Я надеялся, что найду где-нибудь свои инициалы, нацарапанные на тротуаре или на дереве, а может быть старую полурассыпавшуюся игрушку, которую я когда-то спрятала в коробке из-под обуви, как доказательство моего бессмертия. Но когда я добрался до места, увидел, что здесь поработали бульдозеры. Казалось, город присвоил себе несколько акров бывших трущоб. Старый дом, где я жил, соседские дома, в тени которых мы игрались мальчишками, все эти дворы и деревья, среди которых я вырос, исчезли. Но хотя все это было стерто с лица земли, в моем сознании эти картины оставались четкими и явственными, как залитые солнцем фотографии. Эти образы накладывались на окружавший меня ландшафт. Я пробрался через кучи мусора и остатки какого-то строения, о былом назначении которого можно было только догадываться. В тот весенний день некоторые из моих коллег, как обычно, проводили эксперименты в лабораториях, другие размышляли о черных дырах и карпели над уравнениями. Я же сидел в покинутом квартале, мучительно ломая голову над тем, насколько незавершенной и неправильной природой обладает время. Я не говорю, что никогда не видел падающего листа либо состаревшегося человека, которого знал юным. Но в тех местах совершенно случайно я мог наткнуться на скрытый путь, способный увести меня за пределы известной мне природы в какую-то вечную реальность, неограниченную потоком событий. Масштабы этой дилеммы удалось представить Альберту Эйнштейну в «Аналог физики» и Раю Брэдбери в его романе шедевре «Вино из одуванчиков». «Но я и правда была девочкой такой же как ты, только много лет назад». «Вы просто шутите», все еще смеяясь, сказала Джейн. «По правде вам никогда не было десяти лет, да?» «Ступайте домой», вдруг крикнула миссис Бентли. Ей стало не втерпешь под их взглядами. «Нечего тут смеяться». «И вас вовсе не зовут Элен?» «Разумеется, меня зовут Элен». «До свидания», сквозь убегая по лыжайке. Том поплелся за ними. «Спасибо за мороженное». «Я и в классы играла», крикнула им в доконку миссис Бентли, но их уже не было. «Я стоял на осколках моего прошлого, и мне казалось невероятным, что я, как и миссис Бентли, существую именно в настоящем. Мое сознание, двигавшееся в будущее на кромке времени, было похоже на ветерок, гуляющий по парковке, гоняющие перед собой листья. «Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять, и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят, ему всегда и навсегда семьдесят. человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее, но иного он никогда не увидит и не узнает. Замечание миссис Бентли не такое тривиальное, как может показаться. Время – это такая часть реальности, которая теряет человека от его прошлого, одно сейчас от следующего. как же при этом сознание остается непрерывным во времени? Говорят, что восемьдесят наше последнее настоящее. Но кто возьмется утверждать, что время и пространство – это не грани настоящей вечности, хотя сейчас они кажутся интуитивными конструктами, а не неизменными самостоятельными сущностями? Кошка, даже смертельно больная, спокойно смотрит широко распахнутыми глазами на череду событий, воспринимая их только как здесь и сейчас. Она не подозревает о том, что такое смерть, следовательно, и не боится ее. Будь что будет, мы верим, что умрем, так как нас к этому приучили. Кроме того, большинство из нас прочно ассоциирует себя со своим телом. Известно, что тела умирают, значит, вместе с ними умираем и мы. Различные религии подробно описывают посмертное существование, но как проверить, правдивы ли эти истории? физики утверждают, что энергия никуда не исчезает. Наш мозг, разум и все органы чувств работают на слабых электрических токах. Эта же энергия лежит в основе и самого ощущения жизни. Такая энергия не может исчезнуть, как и любая другая. Все. Это звучит обнадеживающе и привлекательно с интеллектуальной точки зрения. Но как поверить, что мы испытываем именно чувство жизни? Такое чувство и есть та самая тайна, которую столь безуспешно пытаются разгадать нейрофизиологи. Она напоминает призрачный коридор, и чем дальше мы по нему бежим, тем больше он становится. Биоцентрическая концепция полагает, что космос не ограничен ни пространством, ни временем. Поэтому не допускает и смерти в каком-либо реальном смысле. Когда тело умирает, жизнь покидает его в той реальности, из которой мы не можем сбежать, но не в реальности случайных столкновений крошечных частиц. Ученые полагают, что мы можем с уверенностью сказать, где начинается и где заканчивается личность. Обычно мы не приемлем концепции множества вселенных рассматриваемых в фильмах «Звездные врата», «Стар трек» или «Матрица», считаемых выдумкой. Но оказывается, что в такой фантастике есть достаточно глубокий научный смысл. По мере все более быстрого распространения изменений, описанных в этой книге, мы будем лишь укрепляться в убеждении, что пространство и время это не абсолютные параметры Вселенной, а лишь аспекты ее восприятия, свойственные живым организмам. Современная научная картина мира не позволяет избавиться от страха смерти. Но почему мы здесь, как будто совершенно случайно, уселись на кромке бесконечности? Ответ прост. Эта дверь никогда не закрывается. Математически возможность конечности нашего сознания равна нулю. Повседневный опыт логически заключает нас в среде, где отдельные объекты появляются и исчезают, все когда-нибудь зарождается. Котенок ли это, карандаш ли, все предметы и существа однажды появляются в мире, а другие в то же время исчезают. Напротив есть и другие сущности, бесконечные по своей природе. Любовь, красота, сознание, вся вселенная. Они всегда простирались за пределами холодного и ограниченного рассудка. Итак, великое все, которое мы теперь с полным правом можем считать синонимом понятия сознания, едва ли укладывается в эфемерные категории. Здесь на помощь науке приходит интуиция, подсказывающая, что сознание именно таково по своей сути. Пусть, увы, мы не можем никому предоставить убедительных доказательств бессмертия. Наша неспособность вспомнить бесконечное время в данном случае несущественна, так как память представляет собой крайне ограниченный избирательный механизм, действующий в нейронной сети. Мы по определению не можем вспомнить время пребывания и в ничто, равно как и не можем найти там ответы на вопросы. Вечность интереснейшая концепция, которая не означает вездесущего пребывания во времени без конца. То есть вечность это не неограниченно долгая временная последовательность. Это состояние вне времени. Восточные религии на протяжении тысячелетий утверждают, что и рождение и смерть иллюзорны. Как минимум, это исповедуют их эзотерические доктрины. Большинство приверженцев каждой религии интересуются более периферийными аспектами, в число которых в восточных сектах относится реинкарнация. Поскольку сознание не ограничивается пределами тела, поскольку фундаментальное различие между внутренним и внешним прослеживается практически только в языковой картине мира и в повседневной практике, нам остается считать бытие сознания первоосновой реальности. Проблема, с которой многие из нас сталкиваются, пытаясь обдумывать такие вещи, не только в дуалистичной природе языка, которые из-за своей двойственности плохо подходят для описания таких проблем. на самом деле истина многослойна и зависит от степени ее понимания. Наука, философия, религия и метафизика – все эти области знания работают над проблемами, касающимися широчайшей аудитории. Отдельные члены этой аудитории обладают совершенно разным уровнем понимания, образования, разнообразными склонностями и субъективными мнениями. Когда опытный ученый-оратор встает за кафедру, он уже знает, какой аудитории сегодня предстоит прочитать лекцию. Физик, выступающий с научно-популярной лекцией, особенно для молодых людей, постарается обойтись без уравнений, лишь бы у слушателей горели глаза. С другой стороны, если аудитория обладает хорошей научной подготовкой, допустим, в аудитории собрались преподаватели физики, работающие в старших классах, то все легко поймут и более сложные формулировки, например, электроны вращаются по орбитам вокруг ядра атома, или Юпитер вращается вокруг Солнца. Если же аудитория высшей степени профессиональная, состоит только из опытных физиков и астрономов, то оба предыдущих утверждения будут восприняты как неверны. На самом деле у электрона нет никакой орбиты. Он словно мерцает в вероятностном состоянии, примерно на одном и том же расстоянии от ядра, пока присутствие наблюдателя не приведет к схлопыванию его волновой функции. Юпитер вращается 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 не вокруг Солнца, а вокруг барицентра, пустой точки в пространстве, где уравновешиваются силы тяжести двух этих небесных тел. То, что является верным в одном контексте, ошибочно в другом. Такое правило действует и в науке, философии, метафизике и космологии. Если человек считает, что существо и только в пределах своего тела, а Вселенная это не связанное с ним внешнее пространство, в котором царят случайности, то утверждение смерти нет покажется ему не только абсурдным, но и неверным. Все клетки нашего тела действительно умрут. Закончится и ограниченное ложное самоощущение жизни отдельного организма. Обещание посмертной жизни воспринимается с вполне обоснованным скептицизмом. Какая посмертная жизнь, если мое тело разложится? Как? Следующий уровень понимания – ощущение себя живым существом, духом, который каким-то образом заточен в теле. Если у человека есть духовный опыт, либо какие-то религиозные или философские воззрения, благодаря которым он не сомневается в наличии бессмертной души, то он вполне может полагать, что жизнь продолжается и после смерти тела. Он не отступится от такой точки зрения, даже если друзья-атеисты будут его уверять, что он выдает желаемое за действительное. Смерть всегда воспринималась одинаково, окончательный и неизбежный финал. Смерть может постичь лишь того, кто родился или был создан, кого-то обладающего ограниченной и конечной природой. Изящный винный бокал, который вы унаследовали от бабушки, также в каком-то смысле смертен. Если он упадет на пол и разобьется в дребезги, то будет навсегда утрачен. Тела людей тоже когда-то зарождаются, их клетки стареют и умирают. Каждая клетка саморазрушается примерно через 90 актов деления, даже если на нее не действуют никакие внешние силы. Умирают и звезды, хотя их век обычно исчисляется миллиардами лет. Теперь мы подходим к самому древнему и огромному из всех вопросов. Кто я? Если я только тело, то рано или поздно умру. Если я мое сознание с суммой опыта и чувств, то не могу умереть по той простой причине, что сознание может последовательно выражаться в самых разных формах, но при этом остается бесконечным. Для тех, кто предпочитает более конкретные ответы, наука свидетельствует, что ощущения «я жив» или это «я» заключены в буром нейроэлектрическом фонтане, работающем на 100-ваттном питании и генерирующем примерно столько же тепла, сколько яркая электрическая лампочка. Помните, как быстро согреваешься в машине холодной зимней ночью, особенно если сидишь там в компании одного-двух пассажиров? Завзятый скептик может возразить, что при смерти вся эта внутренняя энергия просто покидает тело и исчезает. Но одна из основополагающих аксиом в науке заключается в том, что энергия никуда и никогда не исчезает. Можно со всей уверенностью утверждать, что энергия абсолютно бессмертна, она не создается и не уничтожается. На самом деле энергия просто переходит из одного состояния в другое. Практически все на свете имеет свой энергетический рисунок, а значит не лишено такого бессмертия. Продолжу аналогию с автомобилем. Допустим, вы едете вверх по склону холма. При этом высвобождается энергия бензина, заключенная в его химических связях. Благодаря этой энергии машина движется и преодолевает силу тяжести. Когда вы едете вниз по склону холма, машина также тратит топливо, но при этом накапливает и потенциальную энергию. Таким образом, при борьбе с силой тяжести, машина приобрела дополнительную энергию, дозу, которая может быть потрачена в любой момент, но не испортится даже через миллиарды лет. Машина может потратить этот запас энергии когда угодно, что мы делаем при спуске с холма. В это время можем вообще выключить мотор. Когда машина катится с холма, она ускоряется под действием кинетической энергии, то есть энергии движения. По мере спуска с высоты тратится потенциальная энергия, накопленная при преодолении силы тяжести, но приобретается кинетическая. Вы давите на тормоз, который нагрелся. Повышение температуры свидетельствует о том, что атомы в тормозе стали двигаться быстрее. Это еще одно средство кинетической энергии. Гибридные автомобили используют такую энергию тормоза для подзарядки батарей. И так энергия постоянно переходит из одной формы в другую, но ее количество не уменьшается ни на йод. Если наше сознание это энергия, то оно также никуда не исчезает, поскольку исчезать некуда. Мы обитаем в закрытой системе. Глава 17. Куда лежит наш путь? Биоцентризм – это мировоззренческое научное изменение, которое постепенно входит в современные исследовательские дисциплины. Существуют такие варианты развития биоцентризма в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые не только могут продемонстрировать истинность этой концепции, но и помогают превратить биоцентризм в своеобразный трамплин, позволяющий осмыслить до сих пор непостижимые аспекты биологической и физической науки. Наиболее очевидные доказательства биоцентризма будут появляться по мере новых, все более интересных квантовых экспериментов, которые постепенно будут переходить из микромира в макромир. Уже сегодня квантовые эксперименты можно наблюдать невооруженным глазом, о чем мы писали выше. По мере того, как такие феномены становятся все более макроскопическими, все более неубедительными будут казаться попытки иначе взглянуть на эксперимент, то есть изменить его результаты из-за действия наблюдателя. Другими словами, квантовая теория как таковая потребует объяснения своих странных результатов, и наиболее логичным таким объяснением будет биоцентризм. В 2008 году в журнале Progress in Physique вышла статья Эльмира Исаевой, в которой автор написала «Проблема квантовой физики, заключающаяся в выборе той или иной альтернативы при эксперименте, это и философская проблема, призванная объяснить работу сознания. Такие вопросы тесно связаны как с физикой, так и с философией, за взаимопроникновением двух этих дисциплин. Вполне возможно, что при решении обеих проблем в квантово-механические эксперименты будут вовлечены и разум, и сознание. И подобные опыты станут основой для новой теории сознания. Это статья из серьезного физического журнала. Далее автор рассуждает о зависимости физического эксперимента от состояния сознания. Такие авторитетные признания важности сознания и живой материи в тех сферах, которые ранее считались исключительно делом физики, будут умножаться и далее, пока подобные убеждения не станут полноправной парадигмой, а не неудобным ответвлением. Для этого и разрабатываются новые эксперименты с суперпозицией в макромасштабе, призванные определить, прослеживаются ли странные квантовые эффекты на уровне макроскопических структур, скажем, столов и стульев, столь же явно, как и на молекулярном, атомном и субатомном уровне. Было бы очень интересно подтвердить или опровергнуть возможность одновременного существования макроскопических объектов сразу в двух состояниях или в двух местах, до тех пор, пока они не схлопнутся из суперпозиции в один реальный результат. Такие эксперименты вполне могут провалиться по ряду причин, основная из которых помехи, интерференция из-за воздействия света организмов и других. Тем не менее, любой результат подобного эксперимента станет для нас настоящим откровением. Вторая область биоцентрических исследований, родственная первой, связана с изучением мозга, нейрофизиологии и в частности с самим сознанием. В данном случае авторы испытывают большие надежды, но они слишком ожидают прогресса в краткосрочной перспективе, по причинам рассмотренного в главе 16. Третья область текущих исследований связана с искусственным интеллектом, который до сих пор находится в зачаточном состоянии. Но мало кто сомневается, что в нашем веке мощность компьютеров и их возможности будут нарастать в геометрической прогрессии, и рано или поздно исследователи смогут серьезно взяться за проблему искусственного интеллекта в практическом ключе. Когда это произойдет, мы, вероятно, обнаружим, что для работы думающей машины понадобятся примерно такие же алгоритмы работы с временем и восприятия пространства, какими оперируем мы. Разработка таких затейливых схем выявит, возможно, даже быстрее, чем исследование человеческого мозга, полную зависимость реальности и модальности пространства и времени от наблюдателя. Кроме того, будет интересно отслеживать, как текущие эксперименты коснутся феномена свободной воли. Биоцентризм никогда не настаивал на наличии индивидуальной свободной воли, как и не отрицал ее, хотя первый вариант лучше сочетается с концепцией всеобъемлющей Вселенной, в основе которой лежит сознание. В 2008 году Бенджамин Либер и другие, основываясь на упомянутых вышеэкспериментах, исследовали, как работающий мозг принимает решение о том, какую руку поднять. Оказалось, что такие операции в мозге заметны на экране сканирующего устройства и происходят примерно на 10 секунд раньше, чем испытуемый сознательно решит, какую руку поднять. Наконец, следует остановиться и на бесконечных, продолжающихся попытках создания всеобщих теорий всего. В настоящее время физические исследования такого плана идут удручающе медленно, зачастую на них уходят целых десятилетия. При этом такие исследования не приводят ни к каким видимым успехам, кроме финансового стимулирования карьерного роста физиков-теоретиков и аспирантов. Кроме того, в них до сих пор не удается поверить. Необходимо согласиться с доводами Джона Уиллера и включить в картину мира живую вселенную, сознание, учесть в этом уравнении роль наблюдателя. Как минимум это даст нам интересный сплав живого и неживого, причем таким образом, который многое позволит объяснить. В настоящее время биология, физика, космология и все их более узкие дисциплины разрабатываются учеными, которые хорошо ориентируются в своей области, а в других приблизительно. Возможно, для достижения конкретных результатов, согласующихся с концепцией биоцентризма, потребуется многодисциплинарный подход. Авторы оптимистически полагают, что в скором времени это произойдет, а время вещь относительная. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалов, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. «Музыка» «Музыка» «Музыка»